Всем привет! Меня зовут Журавлёв Павел. В эфире «Научные новости». Это проект, в котором мы делимся наиболее важными новостями из мира науки, отобранными для вас преподавателями и исследователями Ассоциации Победителей Олимпиад. Наша жизнь переполнена новостными сводками, и в этом информационном потоке важно не упустить новости научного мира о всевозможных открытиях, которые позволяют нам шагнуть в технологическое будущее. В этом выпуске мы расскажем о вакцине от ВИЧ, об острове тепла, о двух приближающихся к земле объектах и об исследованиях Олимпийских игр. Давайте начинаем! В конце лета хочется вспомнить его самые яркие моменты. Для кого-то лето — это тёплый песок и морская прохлада, для кого-то отдых в тени деревьев в городском парке, а для кого-то — раскалённый асфальт и изнурительная жара. Правда лишь, что в центре города обычно жарче, чем в сельской местности. В настоящее время эта закономерность вполне доказана и носит название «городской остров тепла». Первым обратил внимание на неё британский учёный Люк Ховард, около 200 лет назад описавший данный эффект на примере Лондона. Впоследствии подобные закономерности были зафиксированы и для других городов. Современными учёными описано множество причин более высоких температур в городах. Для них интенсивное поглощение солнечного тепла тёмным асфальтом, низкая теплопроводность и теплоёмкость материалов, из которых строятся города, а также более слабое испарение с искусственных поверхностей. В ночные часы эффект городского острова тепла ещё выше. Нагреваясь днём, здания начинают интенсивно излучать тепло ночью, однако поток излучения многократно переотражается от соседних зданий и в итоге остаётся на долгое время запрятым внутри городского каньона. В летний период экстремально высокие температуры в городе могут быть опасны для человека, поэтому изучение городских островов тепла — это актуальная тема научных исследований. Так, летом этого года вышла статья коллектива учёных из Китая, посвящённая пространственно-временному моделированию изменчивости городского острова тепла в Пекине. С помощью спутниковых данных и математического моделирования было выявлено, что площадь острова тепла росла в течение последних 17 лет за счёт увеличения площади городской застройки. Притом, местоположение ядра острова смещалось на восток, где рост урбанизированной территории был наиболее заметен. В другом исследовании коллективом итальянских учёных проводилась разработка специальной геоинформационной системы для выявления районов, неблагоприятных с точки зрения городского острова тепла. Результаты исследования для Неаполя показали эффективность этой системы по сравнению с ранее предложенными методиками. Как бороться с этим островом тепла? Сегодня предлагают следующие шаги. Во-первых, организовывать зелёные крыши и стены, использовать для дорог и зданий светоотражающие покрытия, а также возвращать воду в города, организуя фонтаны и искусственный водоём. Региональные исследования очень важны для изучения городского острова тепла, ведь в каждом городе он имеет свои особенности, которые зависят от характера застройки и географических условий. В будущем подобные исследования помогут при городском планировании и, мы надеемся, сделают города более комфортными для жизни. Невероятно удивляет, когда люди долго убеждены в чём-то, но в какой-то момент оказывается, что все убеждения были не более чем мыльным пузырём или чем-то сродни нашим страхам. Помните, например, как в 2012-м все говорили о конце света? Вероятно, что штука сложная и 12 лет назад стоило лишь немного переждать, чтобы понять, чья лошадь сыграет. Но вот речь в следующей новости пройдёт про события, которые просто так не переждать, чтобы понять, к какой стороной упадёт монета. С 1912 года многие астрономы считали, что Млечному пути суждено столкнуться со своим ближайшим соседом, галактикой Андромеды. С 2008 года предполагалось, что их слияние неизбежно в течение следующих 5 миллиардов лет, и при этом Солнечная система будет гравитационно захвачена Андромедой. Однако новое моделирование обнаруживает уже 50% вероятность того, что Млечный путь может избежать судьбоносное столкновение в течение следующих 10 миллиардов лет. О движении Андромеды к нашей галактике стало известно, когда астроном Веста Слайфер заметил, что её свет смещён в сторону синего цвета, то есть сжат в сторону более коротких волн под воздействием эффекта Допплера. Появление орбитальных обсерваторий позволило посчитать, что Андромеда направляется к Млечному пути со скоростью примерно 110 километров в секунду. В результате слияния галактик большинство звёзд выживают, но спиральные структуры галактик уничтожаются, и потоки звёзд направляются в космос. Через миллиарды лет слившиеся галактики объединяются в один гигантский сгусток звёзд. Прогнозы таких событий имеют немало переменных. Масса галактик, гравитационное взаимодействие многих меньших галактик, плотность межгалактической среды, также скорость движения галактик, вычисления которых требуют усреднения по тысячам отдельных звёзд. Измерение массы — это также нетривиальная задача, так как большая часть её — это невидимая тёмная материя. Андромеда и Млечный путь — это две крупнейшие галактики в так называемой местной группе. Но существует порядка ста меньших галактик, отсюда и этот ряд неопределённостей. В новом моделировании учёные из Университета Хельсинки использовали последние оценки движения и массы четырёх крупнейших галактик в Млесной группе. Они подключали их к симуляциям, разработанным в Англии в Дармском университете. Моделирование только Млечного пути и Андромеды давало их слияние чуть менее чем в половине случаев. Учёт галактики треугольника — третий по величине в местной группе — давало увеличение вероятности до двух из трёх, но при включении Большого Магелланового облака — четвёртый по величине галактики в местной группе — шанс снижался до 50%. Если столкновение и произойдёт, то не раньше, чем 10 миллиардов лет. Так что, вероятно, пока рано думать о надвигающемся апокалипсисе. Говоря о других объектах, тоже некогда приближавшихся к Земле, отметим ещё одну новость, опубликованную 15 августа в журнале Science. Команда немецкого учёного Фишера Гёдде предположила происхождение так называемого астероида Чиксулуп, который положил начало вымиранию динозавров 66 миллионов лет назад. Последние полвека накапливались доказательства того, что вымирание было вызвано именно столкновением с Землёй огромного объекта размером с горы. Фишер Гёдде с коллегами изучал изотопы Рутэния с места падения в кратере Чиксулуп на Мексиканском заливе и обнаружил, что изотопы Рутэния в астероиде первоначально сформировались во внешней Солнечной системы за пределами орбиты Юпитера. Как говорится, не забывайте свои корни. К сожалению, и на самой Земле достаточно факторов, способных повлиять на жизни людей. Но, к счастью, 20 июня американская фармацевтическая компания Gilead Sciences выпустила потрясающую новость. Их новый препарат показал стопроцентную эффективность при профилактике заражения ВИЧ. При этом, чтобы избежать заражения, достаточно вводить его всего дважды в год. То есть, буквально речь идёт о вакцине от ВИЧ. Разработанный препарат называется Ленокапавир. Это так называемый ингибитор капсидов. У всех вирусов есть особая внутренняя оболочка, которая состоит из белка. Он называется капсид. В ней содержится генетический материал опасного возбудителя, который имеет решающее значение для транспортировки вируса в клетке хозяина. Как только вирус проникает внутрь, капсид разрушается, и содержащийся в нем материал попадает внутрь, начиная копировать сам себя. Ленокапавир же останавливает этот процесс, в результате чего вирус не распространяется по организму. Это делает Ленокапавир прекрасным способом профилактики ВИЧ. У людей, уже зараженных ВИЧ, Ленокапавир препятствует выработке вирусных потомств, делая их дефектами. Так вирус теряет способность заражать другие клетки, что тоже останавливает его распространение. В исследовании Gilead сравнивалась эффективность Ленокапавира по сравнению с другими препаратами для профилактики ВИЧ. Дискови и Трувада. В отличие от нового препарата, это таблетки, которые нужно принимать каждый день. В клинических испытаниях приняло участие более 5000 женщин в возрасте от 16 до 25 лет из ЮАР и Уганды. Это африканские страны, в которых ВИЧ есть у каждого пятого и каждого двадцатого взрослого соответствия. Ни одна из более 2100 женщин, получавших Ленокапавир, не заразилась ВИЧ. Тем временем, как 16 из 1068 женщин, принимавших Труваду, и 39 из 2136 женщин, получавших Дискови, были инфицированы. Таким образом, новый препарат продемонстрировал превосходство среди аналогов. Въекции не только оставались эффективными на протяжении полугода, но и показали стопроцентную эффективность. Такие новости, или, например, новости об еще одном пациенте, полностью излеченном от ВИЧ, рисуют очень радужную картину в борьбе с болезнью. Однако не все еще так однозначно. Ленокапавиру еще предстоит пройти испытания на мужчинах. Результаты проведенных исследований должны быть всесторонне изучены независимыми учеными. И, наконец, он должен быть утвержден как лекарственное средство. И, конечно, Гиллиад нужно победить еще один изъян этого препарата. Его огромную цену. Два укола в год на одного человека сейчас стоят более 40 тысяч долларов. Корпорация обещает сделать его доступнее, а нам остается лишь смотреть с надеждой в будущее. Одним из самых громких событий последнего времени стали 33-е по счету летние Олимпийские игры, прошедшие с 26 июля по 11 августа в Париже. Давайте же разберем интересные факты и казусы произошедшего события. Начнем с некоторых достижений организаторов в процессе подготовки. Хотя Париж является главным городом-организатором, мероприятия прошли в 16 других городах по всей территории Франции. Самая далекая точка, в которой проходили соревнования по серфингу, была перетяна на территорию французской Полинезии, а именно на Таите в 15 тысячах километрах от Парижа. Организаторы также смогли задействовать одним из самых главных символов Франции — Эйфелеву башню, и при этом сразу тремя способами. Во-первых, в честь события фасад башни украсил символ Олимпийских игр — пять перекрещенных колец. Во-вторых, прямо под башней был открыт стадион, на котором проходили соревнования по пляжному волейболу. Наконец, у всех спортсменов был шанс совершенно легально забрать с собой частичку Эйфелевой башни. И для этого даже не нужно было вооружаться болгаркой, ведь Олимпийский комитет специально получил разрешение вставить кусочек башни в каждую олимпийскую медаль. Третьим неожиданным достижением можно считать очистку сены. Франция потратила почти 2 миллиарда долларов, чтобы сделать воду в сене снова пригодной для плавания. До этого купание в реке было запрещено еще в 1923 году. Для очистки реки был сконструирован подземный резервуар, круглой 34 метра и шириной 50 метров, основной задачей которого является сбор и очистка сточных вод. Проект уже не был полностью успешен, хотя и позволил провести соревнования по триатлону и марафонскому плаванию под открытым небом. Однако не только чудесами нас удивила Олимпиада, но и применением искусственного интеллекта. В этот раз ИИ помог облегчить коммуникацию, ведь языковой барьер всегда являлся значимой проблемой на международных соревнованиях. Однако в парижском метро его можно больше не бояться. Система общественного транспорта Парижа снабдила более чем 3000 волонтеров устройствами для перевода с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы помочь сотням тысяч туристов ориентироваться на маршрутах во время Олимпиады. Устройство может переводить между французским и 16 другими языками. А завершим наш рассказ с несколькими нелепыми оплошностями. Например, во время церемонии открытия организаторы перепутали названия Южной Кореи и официально объявили их как Демократическая Республика Корея, что соответствует официальному названию их не совсем демократического северного соседа. А потом включили гимн Судана при победе Южного Судана. Да уж, политическая география эта штука сложная, поэтому нужно учить ее заранее, чтобы не попасть в просак. Продолжая разговор об Олимпийских играх в Париже, стоит отметить, что Олимпиада привлекает внимание не только спортсменов и зрителей, но и ученых, изучающих ее культурное и социальное влияние. На время Олимпиады в принимающей стране встречаются культуры из разных концов света, а любой вид спорта, закрытия и открытия игр полны ритуалов. Факел с олимпийским огнем проносят через весь город, передают спортсменов к спортсмену и ставят в центр стадиона. На открытии показываются делегации каждой страны, медали победителям вручают на специальном подиуме, а на фоне играет гимн страны, из которой победитель рода. Интересно, что многие из тех, кто смотрит открытия Олимпийских игр, совсем не интересуются спортом. Вот что важно — ритуал. Исследования Олимпиад или Olympic Studies зародились почти полвека назад силами антрополога Джона Маккалуна, сейчас профессора Чикагского университета. Первое его полевое исследование было проведено в 1976 году на Олимпиаде в Монреале. Будучи аспирантом без финансирования, он не посещал сами спортивные мероприятия, а наблюдал за улицами города — болельщиками, протестами спортсменов. Всего за свою жизнь Маккалун уже провел исследования 16 Олимпиад. Притом в некоторых он принимал участие уже как член Международного Олимпийского комитета. Маккалун стал знаменит благодаря своим исследованиям, которые разогревают, как Олимпийские игры служат ареной для выражения национальных идентичностей и международного взаимодействия. Его работы помогают лучше понять, почему Олимпиада становится важным событием не только в мире спорта, но и в глобальной культуре, о чем можно прочитать, например, в его книге «Этот великий символ. Пьер де Кубертен и истоки современных олимпийских игр». В недавнем интервью Чикагскому университету Маккалун рассказывает, что в 70-е ни один антропологический факультет не хотел брать к себе студента, который собирался исследовать Олимпийские игры. Ведь бытовало представление об антропологе, как о человеке, который уезжает наблюдать за небольшим сообществом на год-полтора, затем пишет об увиденной культуре. Все старшие коллеги и исследователи спрашивали у Маккалуна, как он собирается исследовать что-то настолько большое, непостоянное. Языков много, культур тоже, все постоянно меняется, перемещается. Сейчас же, в 2024 году, нам очень видно, что антропологи могут и должны работать над крупными транскультурными проектами. Но тогда это было новшество. Олимпийский стадис теперь стали законной дисциплиной. В настоящий момент существует более 50 исследовательских центров, занимающихся Олимпийский стадис. Как видите, ученые и исследователи не теряли времени этим летом, активно работая над новыми открытиями. Мы искренне надеемся, что и у вас это время прошло не менее плодотворно, что вы успели набраться сил, вдохновений и новых впечатлений. Желаем вам продолжать задаваться интересными вопросами, находить необычное даже в самых привычных вещах и стремиться к новым знаниям. На сегодня это все, но мы скоро увидимся. Чтобы не потеряться, подписывайтесь на канал. Здесь регулярно выходят полезные, интересные видео от преподавателей и исследователей Ассоциации Победительным Пиадом. Нажимайте на колокольчик и ставьте лайки. Давайте подчеркивать важные вместе с маркером.